Здравствуйте! Реальный размер средней пенсии в России за год снизился на 0,4%. Это данные Росстата. Номинальная пенсия увеличилась на 3,8% по сравнению с мартом 2016 года и в среднем сейчас составляет 12 890 рублей. При этом средний размер пенсии в марте этого года, по предварительным данным, составил 34% от средней начисленной зарплаты по стране. Социальные выплаты семьям с приемными детьми в этом году проиндексируют на 5,3%. Такое решение принято на заседании Краевого правительства. Как сообщает Пресс-служба Краевой администрации, размер выплат зависит от возраста ребенка и будет варьироваться от 7 до 12 тысяч рублей. В среднем объем поддержки семьи увеличится на 528 рублей ежемесячно. Добавлю, в Пермском крае в приемных семьях проживает порядка 11 тысяч детей-сирот. МФЦ стал выдавать информацию о задолженности по налогам. Как сообщает Пресс-служба учреждения, получить сведения о земельном, транспортном, имущественном и другим видам налогов можно с мая этого года в любом филиале Центра Мои Документы. Для этого нужно предъявить паспорт и ИНН. В случае обнаружения долга специалисты многофункционального центра может распечатать квитанцию для его погашения. Рядом с Дягилевской гимназией в Перми появятся торговые галереи. Как пишет 59.ру, летом на улице Сибирская начнется строительство двухэтажного торгового центра. По данным СМИ, заказчиком объекта выступило общество «Шанс», которое собирается возвести торгово-офисное здание. Согласно проекту, оно должно быть выдержано в стилистике исторической застройки. Облик был согласован с Министерством культуры. По словам владельцев, судьба строения будет решена после окончания работ. Его либо сдадут в аренду, либо продадут. Напомним, дом на Сибирской 31Б был снесен в августе 2015 года по настоянию городской администрации. Курсы валют на 5 мая. Доллар 57,57 рубля, евро 62 рубля, 72 копейки. На этом у меня все. Удачи в делах. Продолжение следует...